Сейчас мы будем говорить о дополнительных инструментах, которые находятся на второй кнопочке сверху панели инструментов. Мы поговорили только о грубой кисти, поговорили о размазывающей кисти. Но здесь появились еще инструменты, которые были давно в иллюстраторе. Корнелл их добавили сравнительно недавно. Давайте нарисуем круг. Копию от него снимем, как-нибудь закрасим, копию снимем. Нарисуем прямоугольник или квадратик. Нарисуем прямоугольник. И вернемся на первую форму. Щелкаем по ней. Раскрываем вторую кнопку на панели инструментов. И выберем инструмент, который называется мастихин. Как он работает? В панели параметров можно определить размер. Под мою форму тридцатки хватит, чтобы вы побыстрее увидели действие этого эффекта. Далее нажимаю левую клавишу мыши и начинаю вот таким вот образом смещать к центру форму, меняя форму таким образом. Ну, например. Или можно от центра. Обратите внимание на те края, которые получаются. В панели свойств мы можем выбрать вариант, какая форма должна получаться. Заостренная форма или наоборот сглаженная. И что касается нажима, то это насколько быстро будет виден этот эффект. Давайте мы сейчас поставим максимум 100. И вот из второй формы, надо на неё переключиться, выберем этот же мастихин, вытянем такие острые зазубринки. Такой эффект. Можно за пламя принять. Но потом нам нужно ещё, конечно, будет форму подредактировать. Может быть для растений, для травки можно применить. Но суть работы именно такая. Давайте поставим маленькое значение. Если поставим маленькое значение, видите, у нас высота вытягиваемой формы очень маленькая. Чем большее значение, тем больше будет высота. Так, следующая фигурка в виде квадрата. Раскрываем ещё раз эту кнопку и выберем инструмент «Притягивать». Встаю куда-нибудь сюда, в центр. Мышь зажала. Нет, не видит пока программа. Давайте настроим скорость максимальную. Если вовне встала, видите, да, как работает программа. Но надо, чтобы размер был соответствующий. Давайте побольше возьмём размер. Ещё раз квадратик нарисуем. Размер возьмём, так, наверное, 80. Вот. Вот сейчас у меня, видите, фигура попадает в зону действия. Я зажимаю в центральной точке и удерживаю. Видите, какая форма получилась. То есть всё стянулось к центру. Можно, не забывайте, выделять, стягивать как внутрь формы, так и вовне. Ну, вот такой вот инструмент своеобразный. Не могу сказать, что этим часто пользуются. Но можете попробовать придумать, где это может вам пригодиться. Следующая фигура – прямоугольник. Раскроем опять набор инструментов на второй кнопке. Вот эта вторая кнопка – отталкивать. Она примерно так же работает, только она отталкивает. Пока её не будем брать, возьмём воронку. Так. Размер у меня достаточно большой. 60 возьмём. Вот это будет более-менее. Далее мышь зажимаем и удерживаем. Видите, что у нас сейчас получается. Мы закручиваем вот такие элементы. Давайте круг нарисуем при нажатой Ctrl. Для моего круга сейчас явно нужно параметр поменять. 60 будет многовато. Поставлю 30. Встаём, мышь зажимаем и держим. То есть можно вот такие различные завитушки рисовать. От завитушки ещё какую-то завитушку попробовать сделать. Насколько быстро у нас работает этот инструмент, зависит от скорости. То есть если поставить максимум, переключусь на прямоугольник. То видите, скорость создания завитушек увеличивается. Интересная вещь. Вполне может вам пригодиться где-нибудь в какой-то работе. Ещё нарисуем прямоугольник. Покрасим. Раскроем опять кнопочку вторую. И возьмём инструмент отталкивать. Так, что я буду отталкивать? Например, вот эту часть. Встаю, мышку зажала, держу. Сейчас у меня скорость, в принципе, высокая. Видите, что программа делает? Она отталкивает форму. Можно наоборот, изнутри и вовне отталкивать. Видите? Может быть, холмы. Что-то такое неравномерное. Вполне можно нарисовать. Продолжение следует. Продолжение следует...